И детальнее об этом важном событии и планах украинских пленных, которые вернулись в Украину. Сейчас уже поговорим с экс-командиром полка АЗОВ. Максим Жорин присоединяется к нашему эфиру Фридома. Максим, рад видеть вас в нашем эфире. Здравствуйте. Здравствуйте, Максим. Здравствуйте. Итак, Максим, уже несколько дней, по сути, украинские защитники находятся в безопасности. Освобожденным командиром некоторое время, как говорил Буданов, надо будет находиться в Турции. Расскажите, пожалуйста, там будут созданы комфортные условия и получат ли там должное медицинское обслуживание украинские защитники? Да, нет никакого сомнения абсолютно в том, что теперь они находятся в безопасности. И более того, самое важное, это то, что действительно Украина смогла забрать их, просто вырвать из лап нашего врага, где были абсолютно нечеловеческие условия содержания. Теперь им ничего не угрожает, они находятся на территории третьей страны, а именно Турции. Теперь у них точно не будет уже проблем с едой, водой и медикаментами. Теперь точно их уже никто не будет пытать, бить. У них там будет также уже проговорено, что своя отдельная охрана, но она там в том числе нужна и для их безопасности, потому что все-таки мы имеем дело с Российской Федерацией, которая абсолютно неадекватна. И даже сейчас, даже в таком статусе, все равно нужно думать про их безопасность. У них на данный момент все в порядке, в ближайшее время им должны организовать возможность связи постоянной, а также в ближайшее время организуют возможность, чтобы была такая процедура, как личные встречи, для того, чтобы могли близкие, родные поехать с ними, увидеться, обнять их, поговорить и провести какое-то время. Максим, возможно, вы уже общались с теми, кто находится сейчас не в Турции, а в Украине. Расскажите, пожалуйста, делились ли они с вами мыслями своими? О чем сейчас мечтают? Какие настроения? Чего, собственно, хотят? И собираются ли в будущем возвращаться к военному делу? Или это запрещено пока что условиями обмена? Да, конечно, видел. Я их встречал, а также провел с ними несколько дней. На данный момент мы их уже распределили по медучреждениям в зависимости от тяжести, проблем со здоровьем. А проблемы со здоровьем там абсолютно у всех. То есть всех, кого мы смогли забрать, абсолютно все не нуждаются сейчас в медицинской помощи. Разница лишь в том, что кому-то она нужна больше, кому-то меньше, у кого-то одни проблемы, у кого-то другие. Но абсолютно все подвергались пыткам, абсолютно все подвергались избиениям. Также морили голодом. Есть такие, кто потерял больше, чем 50% личного веса, пока находился в плену. Сейчас самое главное, это очень важно, это мотивирует в том числе и нас, украинских военных, которые сейчас находятся в украинской армии. Это то, что несмотря на то, что они пережили, несмотря на то, что выпало на их судьбу вот этот настоящий ад, тем не менее никто не смог сломить их украинский характер. Никакие пытки, никакие издевательства, никакие мучения не смогли сломить вот этого настоящего украинского характера, который в каждом из них. И в мужчинах, и в женщинах, которых мы смогли забрать. Они в приподнятом морально-боевом духе, несмотря на то, что со здоровьем, конечно, у них пока что большие проблемы. Но это уже мелочи, это все мы выровняем. Самое главное, что они тут, в безопасности. Среди них есть даже те, кто уже спрашивают, где им получить форму для того, чтобы вернуться в строй, ехать на передовую. Но вот у нас появился такой новый термин, как принудительный отдых. Есть даже такие, кого приходится принудительно отправлять отдыхать. Максим, скажите, а вот эти все зверства, ужасы и пытки, они где проходили? Где были все наши украинские защитники? Речь идет о Еленовке? Те, кого мы смогли забрать, они с разных учреждений. Это и те, кто находились на территории Российской Федерации, и те, кто находились на территории Еленовской колонии, также Донецкого СИЗО, Донецкой больницы. Больше всего, самая жесткая, самая тяжелая, конечно, ситуация была в Донецком СИЗО. Там действительно издевались, абсолютно нормой были избиения ежедневные, абсолютно каждый день. Именно там заставляли подписывать себе приговоры людей. И, естественно, что когда их не подписывали, потому что там был написан абсурд, то людей просто начинали бить. Обычная риторика, что подписываешь нет, если нет, ну тогда встретимся еще раз через неделю. И эту неделю просто человека бьют каждый день. Через неделю опять дают ему документы, где заставляют подписать, что он, например, якобы убил гражданского или взорвал драмтеатр. Поэтому самое тяжелое, самые вот такие большие проблемы, например, со здоровьем, у тех, кто находился именно в Донецком СИЗО. Скажите, а есть ли среди тех, кого удалось вернуть, те, кто побывал в Еленовской колонии? Что они говорят о условиях содержания там и что знают о подробностях июльского теракта в Еленовской колонии? Что очень важно, это то, что среди тех, кого мы смогли забрать, вернуть, есть даже те, кто были непосредственно в здании, которое подорвали. Вот когда был теракт в Еленовке, есть раненые ребята, которые были в этом здании и которые выжили. Это очень важно, потому что теперь мы сможем от них, как от первого лица, от свидетелей получить и составить полностью картину того, что там происходило. Это важно для формального статуса, юридического и для будущих судов над каждым подонком, который принимал участие в этом теракте. Что касается условий на территории Еленовки, то они, ну, немного лучше, чем в Донецком СИЗО, но, тем не менее, такие проблемы, как нехватка питания, такие проблемы, как избиение, они тоже там имели место быть. Можете уточнить, сколько еще, в частности, азовцев остаются сейчас в плену у оккупантов и какова их судьба? Точное количество, я на данный момент говорить не буду, не могу этого делать, но это около 700 человек еще находятся там, и поэтому очень важно сейчас сконцентрироваться на том, чтобы забрать всех остальных, и мы, безусловно, будем забирать абсолютно всех. Максим, вы, наверное, уже видели и знаете, да, о том, что во время этого обмена в Россию вернулось 55 их военных, и показательно было всему миру, как их никто там не ждет, и как они никому там не нужны. Их встречал темный аэродром и журналисты, в основном, пропагандистских каналов. А главные пропагандисты в тот день выли по поводу обмена, мол, как так, узнали об этом обмене только из украинских источников информации. Скажите, это ожидаемое отношение России к своим военным? Абсолютно ожидаемое. Это, знаете, огромная разница, просто пропасть между украинцами и россиянами в плане обычных ценностей, отношения к людям. Нас, ну, мы абсолютно разные, мы в разных мирах живем. В то время, когда украинцы реально готовы на все, ради того, чтобы забрать хотя бы одного, для того, чтобы готовы на все, чтобы забрать тела, забрать раненых, забрать пленных. В это время Россия просто пытается забыть про их существование, и они им абсолютно неинтересны. Более того, вам скажу, что, в принципе, те, кого Россия забрала, они не очень-то им и нужны. Они обменялись исключительно потому, что сейчас есть все условия для украинской стороны, для того, чтобы давить на Российскую Федерацию. И поэтому этот обмен нельзя даже рассматривать как линейный обмен людей на людей. Это комплексная большая операция, в которой Украина очень правильно, профессионально и точно воспользовалась всеми условиями, которые сейчас вокруг нас, в том числе и на фронте, в том числе и в экономической сфере, и дипломатической. И поэтому получилось это сделать, поэтому мы получили такой результат. А сами по себе российские военные, Россия, они в принципе неинтересны. Так же, как и этот кадр Медведчук, он тоже никакой ценности для России уже не несет. Это отработанный абсолютно материал. И я думаю, что его забрали исключительно для того, чтобы дать хоть какую-то надежду тем коллаборантам, которые сейчас на временно оккупированных территориях, что якобы Россия там за кого-то будет бороться, кого-то будет защищать, забирать. Но даже эта попытка, я думаю, уже никого не убедит, потому что украинская армия достаточно быстро освобождает оккупированные территории и все эти коллаборанты, которые еще вчера помогали оккупантам, сегодня остаются один на один с ответственностью перед Украиной. Максим, ну вот если еще говорить и о коллаборантах, и о фанатах Роспропаганды, и тех, кто ею запуган, они были ведь в недоумении. Им столько говорят и показывают о полке АЗОВ, пугают им детей, а сейчас проходит такой обмен. Вот как им объяснить все эти процессы, происходящие на данный момент? В этом же и проблема россиян. Они сами себя загнали вот в эту пропагандистскую петлю, они в определенном тупике, они очень долго демонизировали, они очень долго рассказывали, а теперь они не могут, собственно, и защитить вот этот бред и обман, над которым все это время они работали. Дело в том, что они сейчас отдали и будут дальше отдавать, так же, как и перед этим они делали свои жесты доброй воли. Исключительно потому, что Украина правильно и эффективно использует и свою армию, и международную помощь, и экономические аспекты. И Россия вынуждена делать вот эти все жесты доброй воли. Это был очередной, мы можем считать, что это очередной жест доброй воли, что они отдали нам больше 200 людей. Но я могу с уверенностью сказать, что нас ждет все больше и больше таких жестов доброй воли от российской власти, потому что они теряют свои позиции, им все сложнее будет россиянам объяснить, потому что они их долго обманывали и сейчас в определенной безвыходности находятся. Хотя, с другой стороны, они настолько свели с ума свои пропаганды россиян, что я думаю, что с этим стадом они тоже там долго мучатся и объяснять им не будут. Достанут дубинки полицейские и загонят всех по домам обратно. Да, уже это все происходит сейчас в России. Максим, вот интересна еще ваша личная история в этой войне. Те россияне, кто одурманен Роспропагандой, уверены, что жители Луганской и Донецкой областей не могут воевать на стороне Украины. И такое не укладывается у них просто в головах. Им твердили все эти годы, что это невозможно и все наоборот. Вы ведь родились в городе рубежной Луганской области и в 2014 году пошли защищать Украину. И в ряды украинской армии ведь пошли огромное количество и других лугачан и доничан. Их там много, ведь так? Да, абсолютно точно. Я с самых первых дней войны нахожусь на фронте. Я действительно родом с Луганской области. Я родился там, учился там. И я вам скажу больше, что первый состав Азова больше чем наполовину состоял именно из выходцев из Луганской и Донецкой области. Это были люди абсолютно разных профессий, это были люди разного возраста. Но, тем не менее, их было много и они готовы были бороться. Это миф, под которым нет абсолютно ничего. И луганчане, и дончане с самых первых дней пытались защищать свои города и продолжают это делать и на сегодняшний день. Есть огромное количество моих земляков, которые сегодня плечом к плечу борются за Украину. Максим, хочется с вами еще обсудить объявленную в России мобилизацию. Как вы считаете, какой сейчас лучший вариант для тех, кто не хочет реализовывать планы Путина? Бежать из России, пока открыты границы? Или все же ехать на фронт и сдаваться в украинский плен, как советует Министерство обороны Украины? На самом деле Россия загнала их в такую ситуацию, что хорошего выхода для них нет. За границей никто их уже давно не ждет, а вот здесь в Украине как раз их ждут, но здесь их ждет либо тюрьма, либо смерть. Тут вариантов немного. Конечно же, я бы советовал им сдаваться в плен, это будет для них легче и это будет более быстрый вариант. Я также практически уверен в том, что всего этого мобилизационного мусора, который они собирают у себя в стране, какая-то часть вообще не доедет до фронта. А из тех, кто доедут, реально половина сдастся в плен, а половина навсегда останется уже в украинской земле. Украинцев точно уже не напугать этой мобилизацией, более того, с определенной иронией мы воспринимаем эти новости о том, что придется теперь уничтожить еще больше россиян. Но опять же, это показывает слабость определенную, которую сейчас испытывает российская власть. Это показывает проблемы, с которыми они сегодня столкнулись. Украина, в свою очередь, наоборот, усиляет свои позиции и, ну что ж, пришлют еще сюда россиян. Ну, значит, будет больше в плену, будет больше в украинской земле россиян. Максим, сегодня уже исполняется, по сути, 7 месяцев полномасштабному вторжению России в Украину. Вот вы, как военный, какие выводы можете сделать для себя и за эти 7 месяцев войны, о войне? Да, вывод один и самый главный, это самый большой наш урок, он заключается в том, что нужно рассчитывать только на себя. Я уверен в том, что мы до сих пор держимся и эффективно можем бороться и победим исключительно потому, что украинцы смогли собрать силы и стали такой монолитным щитом. Во вторую очередь, безусловно, это помощь уже других государств, Запада и все остальное. Но вот этот украинский характер и умение украинцев сплочаться против врага, она, собственно, нас и спасла. И не нужно об этом забывать, и нужно, наоборот, этим пользоваться. Украинцы умеют объединяться и украинцы умеют защищать себя. Я бы, вот, такие вещи для меня действительно важны. Да, хочется сказать спасибо большое всем военным украинским за их подвиг, за их мужество. Украинские силы обороны, они, конечно, показали многое за эти 7 месяцев не только самим украинцам, но и, наверное, всему миру. Максим, слава Украине! Максим Жорин, экс-командир полка АЗОВ, был с нами в прямом эфире телеканала Freedom. Максим Жорин, экс-командир полка АЗОВ, был с нами в этой половине. Продолжение следует...